Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действия конкретного гражданина. Кто-то уехал, потому что что-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то ещё по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на это ещё не поступал. Эта работа уже заканчивается. Сейчас на войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Владимир Владимирович, Вы ни о чем не жалеете? Зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы других противодействия. Вот мост взорвали, теперь нам нужно 10 раз подумать обеспечение сообщения с Крымом по территории. Насколько важно это для Российской Федерации? Введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с Российской Армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума, разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...